Здравствуйте! В эфире программа «За здоровье». Мы обсуждаем темы, которые касаются самого ценного нашего здоровья и хорошего самочувствия. И вот что вас ждёт в этом выпуске. Многофункциональный аппарат, стоматологический лабораторный сканер. Новое приобретение Ясентукской стоматологической поликлиники. Настоящий праздник. Обновлённая врачебная амбулатория в Красногвардейском округе. Неделя профилактики рака лёгких на Ставрополье. Учимся предотвращать и распознавать недуг. Всё это вас ждёт в сегодняшнем выпуске, а пока новости медицины. В Ставропольской краевой клинической больнице установили памятную инсталляцию всем главным врачам и основателям медицинских служб, которые стояли у истоков основания и развития краевой больницы. В этом году больницы отмечают сразу два юбилея. 110 лет со времён основания первого корпуса, тогда ещё городской больницы, и 75-летие с момента, когда учреждению присвоили краевой статус. На Ставрополе продолжают ремонтировать медицинские учреждения. Упор делается на небольшие поселения. Капитальный ремонт проходит по краевой программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Ставропольском крае. После недавней реконструкции открыли амбулаторию в селе Преградное. Поменяли наши кабинеты, которые стали больше и удобнее. Их снабдили новым оборудованием и мебелью. В Есентукской стоматологической поликлинике приобретён обновлённый многофункциональный аппарат – стоматологический лабораторный сканер, благодаря которому врачи смогут максимально точно воспроизводить зубной ряд при сканировании отисков, изготавливать фрезерованные конструкции с высокой точностью посадки. Новый аппарат подходит для всех специализаций в стоматологии – ортопедии, диагностике, ортодонтии и имплантологии. Аппарат обеспечивает быстрое сканирование и делает работу в лаборатории более динамичной. Позволяет зубным техникам легко справляться с большими объёмами работ. Благодаря приобретению нового оборудования мы видим, что наши пациенты теперь могут получать более квалифицированную медицинскую помощь. На Ставрополе продолжается реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Так, в хуторе базовый Грачёвского округа работы по проведению капремонта фельдшерско-акушерского пункта выполнены на 60%. Уже в августе он распахнёт свои двери. В посёлке Ямки тоже скоро появится ФАП. На данный момент по этому объекту определён подрядчик для выполнения работ по осуществлению поставки и монтажа быстровозводимых конструкций. В конце июня в Ставропольском крае проводится неделя профилактики рака лёгких в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Результатом должно стать достижение показателя по снижению смертности от рака лёгких. О самом заболевании, профилактике и возможностях излечения поговорим сегодня. У нас в студии Виталий Александрович Шутов. Здравствуйте. Виталий Шутов. Заведующий хирургическим таракальным отделением врач-онколог высшей категории. Ну что ж, Виталий Александрович, тема сегодняшней нашей программы – профилактика и лечение рака лёгких. На самом деле государство делает довольно много для того, чтобы ограничить наш доступ к сигаретам, но тем не менее остаются люди, которые продолжают это делать. Наверное, для них давайте объясним, что это за болезнь рака лёгких. Да, совершенно верно. Мы сегодня будем говорить, пожалуй, о самом грозном онкологическом заболевании – о раке лёгких. Это злокачественная опухоль лёгочной ткани. Ну а что определяет её злокачественность? Это два основных симптома. Это быстро, бессимптомно, подчас, вначале бесконтрольно растущая неправильная ткань, которая мешает работать, функционировать органу. И вторая составляющая – это способность этой опухоли метастазированию, то есть отшнуровывания отдельных клеточек, которые разносятся, либо кровеносной системой, либо лимфатической системой. Попадают другие органы и ткани, из которых вырастают другие опухоли. Всё это поражает нормально функционирующие опухоли и приводит рано или поздно к тяжёлым проявлениям, к клиническим проявлениям заболевания. Вы говорите, что ткань разрастается. А что с ней происходит? С чего это она вдруг решает, что ей нужно разрастаться? Ну вообще за развитие опухоли отвечает у нас противоопухолевый иммунитет, вернее за отсутствие развития опухоли. Так случилось, что в нашем организме постоянно появляются какие-то неправильные, поломанные клетки. Почему они появляются? Ну здесь в основном факторы внешней среды. Мы говорили сегодня, чуть-чуть упомянули о курении, я думаю, мы продолжим этот разговор. В результате вот такой постоянной бомбардировки наших нормальных клеток эти клеточки изменяются, изменяется их генетический состав, они мутируют. Вот наш противоопухолевый иммунитет распознаёт эти неправильные клетки и устраняет эти поломки. Если количество вот этих бомбардировок превышает допустимую норму, наш противоопухолевый иммунитет уже не справляется с этой нагрузкой и появляется опухоль, собственно говоря. Ну и отличают её те же характеристики – бесконтрольный рост. Это неправильные клетки, которые характеризуются быстрым ростом. То есть, получается, в те времена, когда ещё сигареты не придумали, люди, наверное, меньше болели. А вы знаете, есть такая статистика. Более 150 лет назад в мировой литературе было описано всего 150 случаев рака лёгкого в мире. А сегодня мы говорим о том, что в мире регистрируется до 2 миллионов случаев рака лёгкого. Ну, в нашей стране эта цифра порядка 55-60 тысяч в год, а до края – это 1000 пациентов в год мы ежегодно выявляем с новыми случаями рака лёгкого. Безусловно, в начале прошлого столетия с активным внедрением курения, с производством станков для производства сигарет. Первая мировая война, кстати, к этому имела непосредственное отношение, когда бойцам начали выдавать в пайке сигареты. Вот с тех пор рак лёгкого начал свой бурный рост по заболеваемости. Сейчас можно сказать, почему я начал о том говорить, что рак лёгкий – самое агрессивное заболевание. Очень плохо выявляется. Процент выявления запущенных форм больше 70. А мне казалось, наоборот, кашляет человек, уже повод обратиться к врачу. Повод обратиться к врачу, но курильщики вам скажут, а я кашляю постоянно. Поэтому вот таких патагмоничных или симптомов, которые бы говорили о раннем развитии рака лёгкого, их не существует. В том-то и дело, что рак лёгкого в начале, в первых двух своих начальных стадиях, абсолютно бессимптомен. В этом и проблемы диагностики. Вот хотелось бы вернуться к статистике по Ставропольскому краю. Всё-таки интересно, сколько людей у нас курящих. Вот в процентном соотношении приходят к вам пациенты, вы, наверное, в первую очередь их спрашиваете – курите? Совершенно верно. Более того, мы не только спрашиваем, курите вы или нет. В рекомендациях есть комплекс мероприятий. Вы сразу спрашиваете, что вы курите, да? Ну, в меньшей степени, но есть рекомендации о том, как бросить курить и как подготовиться к специальному лечению, которое пациенту предстоит. В этом отношении обязательный пункт – это бросить курить. Такой информации по процентному количеству курящих у меня в крае нет. Есть статистика по России. И статистика по России говорит о том, что у нас около 45 миллионов курящих. Это очень много. Мы в лидерах здесь, к сожалению. Так, всего 148 миллионов, 45 миллионов курят. Да, 60% мужчин у нас курят по статистике. Хотя сейчас такая тенденция, что количество мужчин курящих уменьшается у нас. Но у нас другая тенденция. У нас количество женщин увеличивается курящих. Если раньше, 15-20 лет назад этот процент был не более 8-7, сейчас процент курящих женщин у нас до 20%. Я рассказываю своим коллегам, когда я пришел более 20 лет, я уже занимаюсь раком легкого, я пришел в онкодиспансер, у нас была одна единственная женская палата, и рак среди женщин был казуистикой. Сейчас, к сожалению, количество палат уравнялось. То есть рак легких среди женщин – это обычное дело. Ну и, собственно, факторы риска какие? Наследственность. Можно ли унаследовать рак легких? Возраст тоже какое значение имеет? Образ жизни, о чем мы с вами говорили? Пол, только что вы сказали, да? Ну, вот какие-то болезни, может, сопутствующие, которые могут привести к раку легкого? Да. Очень интересный и правильный вопрос. И вы знаете, действительно, на первом месте, конечно же, это курение. Это образ жизни, связанный с употреблением, с ингаляцией табака. Я забыл сказать о том, что, к сожалению, мы в первых местах по числу курильщиков, но мы на первом месте среди подросткового… Мы – это Россия? Мы – это Россия, да. Вместо того послугарания. Россия. И мы на первом месте, Россия, среди подросткового курения. Вот это настоящий бич. Какие хронические заболевания? Ну, если мы говорим о том, что курение ответственно в 95-98% случаев за формирование рака легкого по естественным причинам. Другие причины – факторы внешней среды. Да, задымление, производство, связанное с ингаляциями каких-то взвесей, веществ. Дымов в меньшей степени оказывают на развитие. Может быть, вредная работа? Гораздо в меньшей степени, да. И работая на вредном производстве, наши пациенты усугубляют работу вредного производства еще с курением. Поэтому борьба с курением на государственном уровне должна иметь, вот я считаю, что более жесткий характер. В этом отношении мы свой пассивный вклад делаем. Мы несколько лет назад, в период до пандемии, начали работать со школьниками. А начало работы было очень простое. Пришла к нам сотрудник нашего диспансера и попросила поговорить с сыном, который, по ее мнению, начал курить. Вот с тех пор мы начали приглашать школьников к себе в диспансер. Это маленькие группы, человек по 10 ребят. И мы вот из простой беседы о вреде курения, наши диалоги превратились вообще о разговоре о здоровом образе жизни, о физкультуре, о профессии врача. Да, мы знакомим их, что такое профессия врача в нынешнем ее понимании. И я вижу очень большой интерес и у родителей, и у школьников. Потом мы начали выезжать и в школы, поэтому я сейчас обращаюсь к руководителям школьных учреждений, может быть, к родительскому комитету. Если у вас есть интерес серьезного разговора с ребятами, я считаю, что борьбу с курением мы должны начинать именно оттуда, то я как, так скажем, руководитель этой группы условно готов к этому разговору. И мы работаем так с некоторыми школами, мы выезжаем, проводим беседы, у нас очень интересные лекции. Более благодарная аудитория, я не видел, чем дети. Поэтому обращайтесь в администрацию онкодиспансера, мы готовы проводить с вашими детьми эти беседы. Вот даже сейчас страшно спросить, есть среди больных подростки? Конечно, есть. Есть, да? Именно рак легких подростков. Конечно, бывают. Это очень редкие случаи. Вы сказали, имеет ли значение возраст. У нас средняя категория пациентов, это пациенты около 60 лет. Ну, почему? Мы говорили, что основной фактор – это курение, да? Для того, чтобы опухоль выросла, опухоль сформировалась, должен быть достаточный стаж курения. Когда курение широко шагнуло в массы, да, мы говорили, это начало прошлого столетия. И когда начали выявлять очень большое количество больных раком легкого, а это 50-е, 60-е годы, то есть 30-40 лет, вот этот период, долго не понимали, откуда всплеск курения. Да, потому что, ну, врачи привыкли работать с такой прямой причинно-следственной связью. Ну, вот инфекционный агент, вот воспаление. Вот больной гриппом проконтактировал. Вот сразу, а то, что есть какие-то механизмы, которые через множество лет проявляются болезнью, врачи раньше даже так и не думали, что такое может быть. Поэтому и возраст отсюда, 60 лет, если человек начинает курить в возрасте 20 лет, к 60 годам он накапливает вот этот патологический потенциал в виде мутации клеток, о которых я говорил. И, слава богу, детей в этом отношении... Там стаж небольшой, поэтому... Поэтому мало. Но патологические механизмы всё-таки формируются вот уже начиная с детского возраста. Это настоящий бич. Если папа болел раком лёгких, сыну стоит проверять? Вообще, если мы говорим о наследственном факторе онкологических заболеваний, то в большей степени всё-таки это факторы внешней среды. Мы сейчас говорим о том, что если бы человек вёл правильный образ жизни, правильно бы питался, занимался бы физической культурой, ел бы правильную еду, то 40% всех онкологических заболеваний мы бы сейчас исключили бы. Их просто бы не было. Я, насколько знаю, просто вот при раке молочной железы, если по женской линии есть такая проблема, то дети обязательно проверяются. Совершенно верно. Для некоторых онкологических заболеваний есть определённый ген, который ответственный за это. Для рака лёгкого это не совсем так. Есть какая-то предрасположенность, которую пациенты наши усугубляли в своё время с курением. А вообще, если говорить об онкологии, то этот процент не более 15% онкологических заболеваний связанных какие-то с наследственным фактором. Вот вы говорите, что сложно выявить рак лёгких, очень поздно обращаются. А какие симптомы? Есть какие-то ранние симптомы и поздние? Ранних симптомов нет. Почему? Ну, так уж устроены наши лёгкие. В лёгких нет болевых рецепторов. То есть, возникнув опухоль, когда она меньше 1 сантиметра, 2 сантиметра, 3 сантиметра, она не вызывает болевого синдрома. Она не вызывает дыхательной недостаточности. Каких-то других проявлений, кровохаркания, допустим, воспаления. Да, поэтому... Температура повышается? Температуры нет. Да, в этом и сложность. Почему 70% всех онкологических заболеваний лёгкого в мире, это не наша статистика, не статистика Старопольского края или России, это мировая статистика, потому что именно нет ранних симптомов. Когда появляются симптомы в виде болевого синдрома, дыхательной недостаточности, как правило, это свидетельствует уже о 3-4-й заключительной стадии онкологического процесса. Плохо выявить раннюю стадию, а 3-4-ю стадию крайне тяжело лечить. Это высокозатратно, а самое главное, успехи лечения на запущенных стадиях оставляют далеко желать лучшего. Третья тоже туда входит, да? Да, запущенные стадии, это 3-4 стадии. А вот вы сказали 2 см, 3 см, это всё ещё первая стадия, да? Или от размера опухоли не зависит стадия? Совершенно зависит, правильно, но не только от этого. Стадия опухоли определяется нескольким критерием. Размерами опухоли, её отношением к жизненно важным структурам, допустим, предлежит к сердцу или нет, прорастает или нет. Второй момент – это наличие отсевов или метастазов, как говорят онкологи, в зонах лимфоузлов, которые рядом находятся с органом. И третий момент, который определяет стадию наличия или отсутствия этих метастазов в других отдалённых жизненно важных органах. Вот эти три компонента вместе с размером опухоли и определяют стадию процесса. А сам тип рака, вот бывает рак, от которого сгорает человек буквально там за считанные месяцы, бывает... Вообще термин рак очень интересен. Когда мы со школьниками встречаемся, я у них спрашиваю, как вы считаете, само название рак и название отряда членистоногих это случайное совпадение или нет. Многие говорят по-разному. На самом деле рак действительно назван в честь этого животного. Гиппократ впервые описал опухоль молочной железы. Ему показалось, что эта опухоль в виде таких вот клешней очень напоминает рак. На самом деле он говорил о крабе и назвал это каркинос. Позже, спустя сотни лет, уже цельс, древнегреческий ученый, переводя труды Гиппократа, ошибочно перевел каркинос в карцинос. Кэнсер в английском языке. Да, совершенно верно. Местокраба назвал его раком. На всех языках мира это рак. То есть это именно вот это членистоногие. То есть границы там не четко очерчены. Совершенно верно. Чем отличает опухоль злокачественную от доброкачественную? Доброкачественная опухоль растет, отодвигает все ткани от себя, растет медленно, не нарушает, как правило, деятельность органов и систем. А вот у злокачественной опухоли действительно нечеткие контуры. Она прорастает все на своем пути и вызывает нарушение. Попадется кость, она разрушит кость, мышцу, мышцу и так далее. Сосуд и сосуд. Если приходит все-таки пациент к вам с какими-то симптомами, на что он жалуется? Симптомы весьма разные. Для рака легкого в запущенной стадии характерен уже и болевой синдром. То есть это всегда запущенная стадия? Как правило. Если пришел человек с симптомами? Как правило. Если эта боль не связана с допустующим воспалением. Вот воспаление – это второй симптом. Потому что опухоль может перекрывать какой-то воздухоносный путь, бронх. Нарушая вентиляцию одного из участков легкого, и там возникает воспаление. Вот симптомы воспаления или пневмонии тоже характерны для опухолевого заболевания. Поэтому если у курильщика частые пневмонии, уже нужно задуматься, нет ли там опухоли. Ну и есть специальные методы обследования, которые позволяют выявить онкологическое заболевание. Но все-таки правильно бы говорить о профилактике онкологии, мы сегодня говорили, в виде отказа от курения. И о раннем выявлении. Вот тут тоже очень интересная тема. Раннее выявление – это скрининг онкологических заболеваний. Но в итоге это может быть кашель, кровохарканье, да? Кашель, кровохарканье, температура, боль, отдышка. И частые пневмонии. Да. Весь симптомы воспаления. Ну и методы диагностики рака легких, какие существуют на сегодняшний день? И что позволяет выявить, например, УЗИ? Может увидеть рак легких? Для обследования наших пациентов применяется весь комплекс, в том числе и УЗИ. Почему? Мы говорили о том, что важно оценить состояние, допустим, лимфатических узлов или других органов и систем. Вот здесь нам УЗИ помогает. Для оценки же легочной паренхии УЗИ не годится, потому что наши легкие заполнены воздухом, а УЗИ так устроен, он рассматривает или просматривает только плотные ткани. Поэтому для сканирования, так скажем, легких УЗИ не годится. Есть другие методы исследования. Вот два основных метода исследования, которые позволяют выявить онкологические заболевания легких, это компьютерная томография и бронхоскопия. То есть это эндоскопическое исследование, которое осматривает бронхи у нас изнутри. Как эта процедура проходит? Процедура проходит у нас, как правило, на догоспитальном этапе у нас обследуются пациенты, на этапе поликлинического обследования пациента подготавливают к этому исследованию, проводят местное обезболивание, и человек, находясь в сознании, это исследование проходит. Ну что ж, мы продолжим говорить на эту тему. Сейчас предлагаю немного отвлечься. В Красногвардейском округе заработала обновленная врачебная амбулатория. Для местных жителей это настоящий праздник, ведь капитального ремонта здание не видело более полувека. Медучреждение первым оценил мой коллега из информационной службы Илья Белозеров. Село Преградное Красногвардейского округа. Здесь более трех тысяч жителей. За медицинской помощью люди обращаются в местную амбулаторию, которую построили более полувека назад. И вот обновленное медучреждение открыло свои двери после капитального ремонта. С 93-го года я работаю заведующей. Конечно, изменилось сегодня, можно сказать. Потому что мы вошли в красивое, обновленное, современное здание, в котором есть все и для лечения, и для отдыха, и также для больных. В амбулатории освежили и расширили кабинеты. Закупили удобную мебель и современное оборудование. Аппарат Дарсенваль. Это значит для улучшения мозгового кровообращения. Медсестра сажает больного и подключает аппарат и расческа. И методом расчески, то есть улучшает кровоснабжение головы. Это при ДЭПах, то есть дискралиторная энцефалопатия лечения. УВЧ аппарат. Педиатры назначают. Пришел ребенок, фурункул, отит, то есть ухо. УВЧ. Ставят УВЧ аппарат, ну сколько, 5-10. И это прогревает, и это ведет медикаментозное плюс УВЧ. В медучреждении можно получить консультацию профильных врачей. Чтобы обратиться к другим узконаправленным специалистам, нужно пройти диспансеризацию в районной больнице. Вольным предоставляют условия, на которых они не могут даже отказаться. Мы их сажаем на свою машину, везем, ждем, когда они все пройдут и назад привозим. В обновленной амбулатории уже принимают пациентов. Как сделали, очень хорошо. Хорошо все сделали. А что изменилось, что поменялось? Ну, как, все поменялось. Кабинеты те, так приблизительно сюда идя, так все красиво, хорошо, спасибо. Ну, конечно, изменилось. Все, палаты все и больше, просторные стадо, все хорошо. Все, девочки молодцы, все обслуживают нормально. Кабинеты просторные, светлые, чистенькие. Все, нам нравится всем, хорошо все. Отремонтировать медучреждение помогла краевая программа модернизации первичного звена здравоохранения, нацпроекта здравоохранения. Первым объектом у нас это районная поликлиника в 21-м году. В 22-м году также отремонтирована Дмитриевская врачебная амбулатория и Покровский фельдшерско-акушерский пункт. Сегодня, в этом году у нас ремонтируется фельдшерско-акушерский пункт в поселке Штурм. И две модульные конструкции возводятся. Это поселок Медвежинский, село Радыки. По поручению губернатора Владимира Владимирова, до конца 2025 года на Ставрополье планируют построить более 80 медучреждений. Продолжат следить за ходом работ Илья Белозеров и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. Что ж, это программа за здоровье. Я напоминаю, сегодня мы обсуждаем лечение и профилактику рака легких. У нас в студии заведующий хирургическим таракальным отделением Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера Виталий Шутов. Ну что ж, лечение рака легких в зависимости от стадии. Как проводится лечение? Давайте вот прям алгоритм. Пришел клиент, ой, клиент, пациент на прием. На самом деле алгоритм прописан в клинических рекомендациях и он очень сложный. Объяснить его двумя словами невозможно. Ну так, приблизительно, что после чего? А общих, вот когда полностью заканчивается обследование, а вы правильно сказали, что есть разные опухоли. Какие-то опухоли протекают быстрее, какие-то медленнее. Это зависит от гистологической структуры опухоли. Действительно, вот что мы можем сказать о достижениях последних десятилетий, так вот то, что эти опухоли научились распознавать. Сколько людей, сколько пациентов, столько опухолей. Опухоли имеют свои уникальные генетические характеристики. Вот распознать опухоль и подобрать к нему правильное лечение – наша основная задача. Мы пациента обследовали, мы все знаем о его опухоли, о генетической его структуре. И здесь идет речь уже о, собственно говоря, лечении. В онкологии три основных метода лечения. Это хирургический метод лечения, лекарственный метод лечения. Раньше мы говорили химиотерапия, сейчас это не так. Это более объемное понятие. И методы лучевой терапии. Вы знаете, я вас вот прерву, мне бы просто, знаете, что хотелось? Если человек приходит на прием к врачу, что его ждет? Обычно люди страшатся идти к врачу. Вот я сейчас приду, мне сейчас что-то страшное скажут. Вот что происходит? Он приходит сначала к врачу, к терапевту. Его направляют в онкологию, правильно? К онкологу, да. К онкологу. Онколог расписывает ему комплекс диагностических мероприятий, расписывает исследования, которые он проходит либо у себя, либо, допустим, если это высокотехнологичные методы обследования, допустим, биопсия, да, то в стенах онкодиспансера. Когда диагноз сформулирован, пациент обсуждается консилиумом специалистов. Это обязательно, это прописано порядком оказания помощи больным онкологического профиля. И лечащий врач в поликлинике представляет пациента консилиуму. Это ведущий специалист онкодиспансера, как правило, заведующий отделением, заместитель главного врача. И тогда уже коллегиально, с учетом стадии заболевания, характеристика опухолевого процесса определяется показания к тому или иному лечению. Это вот вы буквально с каждым пациентом индивидуально. Абсолютно с каждым. И это правда, что сколько людей, столько и видов рака. Так и есть. А ведется какая-то статистика? Допустим, вот такой-то вид рака у такого-то человека протекало так-то, лечили тем-то, и потом это заносится там... Конечно, конечно. Все успехи лечения или алгоритмы, или протоколы строятся в онкологии исключительно на статистике. Но если мы говорили с вами о стадиях заболевания, то, как правило, если так в общем суммировать, то хирургическому вмешательству поддаются первая, вторая стадия. Третья, четвертая стадия, там уклон идет больше в пользу консервативных методов лечения. Это лекарственная терапия и лучевая терапия. Химиотерапия лекарственная, да? Да. Почему я говорю таким общим термином лекарственная терапия? Потому что в структуре лекарственной терапии, опять-таки, учитывая генетические характеристики опухоли, есть и химиотерапия, и таргетная терапия, и иммунотерапия. То есть разные виды в зависимости от характеристик опухолевого процесса. Ну и, естественно, их сочетание всех этих трех методов лечения. Комплексное лечение или комбинированное, когда используются все методы лечения. Или параллельно, или последовательно. У нас в Ставропольском крае все виды лечения доступны? Конечно. Конечно. Основные методы лечения, они базовые и присутствуют во всех регионах. Есть отдельные ситуации, которые связаны с тяжелой сопутствующей патологией. Когда, например, пациенту, ну, мы сегодня говорим о раке легкого, требуется оперативное вмешательство при раке легкого, которое нужно сопровождать и хирургической коррекцией со стороны сердца. Вот таких редких пациентов, отработанные механизмы в направлениях в федеральные центры, ну, это эксклюзивные ситуации, которыми тоже могут пользоваться и пользуются и наши врачи, и наши пациенты. По поводу химии хотелось спросить, вот чего это она такая ядовита? Что это такое вообще? Что это за жидкость? Из чего она состоит? Ну, действительно, и это опять прошлое столетие. История, история относится к одному из президентов Соединенных Штатов Америки, когда он заболел раком легкого, были большие ассигнования в сторону исследований химиотерапии. И действительно, в этот период времени, 50-60-е годы, года прошлого столетия, были революционны в плане открытия множества химиопрепаратов, которые были получены из лекарственных растений. В чём разница вот тех веществ, о которых я говорил? Химиотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия. Химиотерапия, она в большей степени воздействует как на опухоль, так и на здоровые ткани. Действительно, это очень агрессивные лекарственные препараты, которые обладают и гематотоксичностью, то есть оказывают определённое воздействие на кровь, и кардиотоксичностью на сердце, и гепатотоксичностью на печень. Чего лишены другие методы лечения лекарственной терапии? Допустим, таргетные. Здесь их метод лечения основан уже на взаимодействии на генетическом уровне. Таргет – это цель. Цель, совершенно верно. Именно на деление опухолевых клеток, без такого более грозного системного воздействия на другие здоровые органы и ткани. Но не все виды рака можно лечить таргетным способом? Не все виды. Вот для этого и определяют уникальные характеристики этой опухоли. Есть место и для химиотерапии, когда она показывает очень хорошие результаты. Есть какая-то группа пациентов, куда применима и таргетная терапия, или их сочетание – химиотерапия, таргетная терапия, или иммунотерапия. Но и химия сама тоже, насколько я знаю, бывает более агрессивная, менее красная, желтая. Вы знаете, какая-то передача была с вами посвященная мифам онкологии. Вот это близко к разряду мифов о онкологии. Почему? Потому что это уже рассуждение не специалистов. Любая химиотерапия, она по сути по своей должна быть агрессивна для того, чтобы правильно воздействовать на опухолевую клетку. И здесь, помимо химиотерапии, есть еще такое понятие, как цель сопровождающей терапии – минимизировать вредное влияние химиотерапии на другие органы и ткани системы. Значит, там дозировка имеет значение. Очень тщательно подобранная дозировка, которая рассчитывается на данного конкретного человека. И от этого зависит, конечно же, успех лечения. Ну что, сейчас небольшая справка. Заболеваемость раком легких в России занимает второе место по распространенности и первое по смертности. Ежегодно от него умирает около 27 тысяч жителей страны. Главная причина возникновения смертельного недуга – это курение. А среди основных проблем, связанных с диагностикой рака легких, отсутствие симптомов на ранней стадии заболевания. То, о чем мы говорили. Согласно статистическим данным, рак чаще всего развивается в правом легком – 56%. Следует отметить, что в большинстве случаев поражается верхняя доля – 60%. Затем нижняя – 30% и средняя – 10%. Основная группа пациентов – мужчины старше 50 лет, хотя в последнее время наблюдается тенденция к омоложению заболевания. Доля пациентов младше 45 лет составляет 10%. От 46 до 60 лет – 52%. 61 и старше – 38%. Раньше этот вид злокачественного заболевания считался преимущественно мужской патологией, но сегодня наблюдается рост распространенности новообразования и среди женщин. То есть это то, о чем мы с вами говорили. Правильная статистика? Вы хорошо подготовились. Да, можете поправить, если что не так. А вот по поводу прогноза рака легких. От чего зависит? Успокойте нас. Тоже такой многофакториальный момент. В первую очередь, конечно же, о стадии заболевания. Почему весь мир говорит о профилактике заболеваний и выявлении их на ранней стадии? Проще лечить, менее затратнее, лучшие прогнозы. Если мы говорим о первой стадии заболевания, то процент выздоровления около 80-90%. А если мы говорим о четвертой стадии заболевания, процент выздоровления приближается к нулю. Да, поэтому задача государства – это и профилактика, и раннее выявление. Помимо вот таких онкологических позиций, очень много говорит о том, в каком состоянии человек подошел к своей болезни. Я сейчас имею в виду сопутствующую патологию. Потому что если есть грозная сопутствующая патология, то она доставляет множество проблем в лечении онкологического заболевания. Когда врач, имея в арсенале все методы лечения, хирургические, химиотерапии, лучевой терапии, не может в полной мере, ввиду сопутствующей патологии, их применить. И это тоже определяет прогноз лечения. На первом месте все-таки это стадия заболевания. Если один человек болен на первой стадии, но агрессивной формой рака, а другой на третьей, но менее агрессивной, у кого лучше прогноз? У кого менее агрессивная, безусловно. Все-таки от агрессивности больше, получается, зависит, да? Да. У нас есть редкие случаи наблюдения, когда человек отказывался от оперативного вмешательства, ввиду того, что его просто ничего не беспокоило, помимо того, что на рентгенограмме обнаружили опухоль. Вот период наблюдения был 8 лет, это была женщина. Каждый год мы констатировали увеличение размера образования. Через 8 лет она все-таки сдалась, занимаясь, наверное, каким-то видом самолечения, но понимая, что результатов нет, сдалась. В кавычках, да, мы ее прооперировали, но так и прооперировали с первой стадии заболевания. Но это такие счастливцы, они редки. Вот с момента обнаружения заболевания лечить нужно безотлагательно. Были какие-то в вашей практике чудесные случаи, когда, допустим, человек болен, там, третья стадия? Это четвертая стадия, и после этого жила очень долго. И даже среди моих соседей есть такие люди, которые ко мне обратились уже с третьей стадии, распространенным опухолевым процессом, которых мы вылечили, и они сейчас живут без признаков прогрессирования заболевания. Наверное, такие случаи и заставляют врача и верить в свою профессию, и любить свою профессию, и вот помогать людям в конечном итоге. Когда можно считать, что болезнь отступила? И можно ли вообще считать, что эта болезнь отступила? Так прописано, что пациенты онкологического профиля пожизненно должны находиться на диспансерном наблюдении в онкодиспансере. После проведенного лечения этот период совсем маленький, каждые три месяца мы их наблюдаем. Со временем этот интервал увеличивается, и после пяти лет мы их наблюдаем каждый год, понимая о том, что, к сожалению, болезнь может вернуться. Такая природа онкологических заболеваний. Иногда мы видим, победив одну опухоль, приходит другая опухоль. Победив рак легкого, возникает рак почки, рак мочевого пузыря, рак предстательной железы. Поэтому говорить о том, что я пролечился, все остальное, все самое страшное позади, ну, наверное, в это надо верить, да, верить своему врача, в себя верить, но помнить о том, что болезнь может вернуться. Поэтому нужно выполнять все рекомендации врача, которые прописаны, в том числе тщательное наблюдение после лечения. Еще лучше не лечиться, а профилактика, чтобы была, да. Давайте поговорим подробно об этом. Мы уже коснулись с вами курения. Ну, вот существует программа диспансеризации. Можно ли в рамках этой программы выявить эту болезнь? И вот неделя, буквально вот скоро начнется неделя борьбы с раком легких, или неделя профилактики, да, рака легких. Давайте поговорим об этом. Во-первых, программа диспансеризации. По этой программе часто ли выявляется заболевание? Действительно часто, хотя диспансеризация – это комплекс государственных мер, направленных на поддержание здоровья населения, до 40 лет каждые 3 года проходят диспансеризацию, после 40 лет ежегодно. И в программе диспансеризации есть действительно рентгенологические исследования легких. Но мы тут сквозь упомянули скрининг. Скрининг – это такая очень взвешенно, научно продуманная программа раннего выявления. Но в скрининге рака легкого только один действенный метод – это компьютерная томография. Ни одна страна мира пока этот скрининг осилить не может ввиду своей дороговизности. У нас в стране какие есть скрининги? Скрининги рака шейки матки, щитовидной железы наружных локализаций, толстого кишечника, молочной железы – эти скрининги разработаны, они охватывают широкую аудиторию. Вот при раке легкого компьютерная томография – весьма дорогостоящий метод. Но имеющаяся рентгенография тоже очень часто выявляют бессимптомные формы опухоли легкой. Поэтому если вас вызвали для прохождения профосмотра, диспансеризации, игнорировать эти обследования ни в коем случае нельзя. Они помогают и врачам обнаружить в том числе и ранние стадии заболевания. А как на рентгене выглядит опухоль? Как правило, чаще всего это работает при периферических так называемых опухолях. Опухоли легкого бывают центральные, когда поражаются главные бронхи, и периферические, когда главные бронхи не поражаются. Но выглядит в виде округлой тени на фоне неизмененной легочной фаренхимии. То есть это темное пятно, не белое, да? Рентгенограммы – это негатив, поэтому я сейчас вспоминаю, инвертировать цвета – это более светлое пятно. Хорошо. И вот есть неделя борьбы с раком легких. Это часто проводите такие недели или это впервые? Мы стараемся, действительно, мы участвуем в конференциях, проводим конференции. Сейчас в период пандемии очень востребованы стали онлайн-конференции. Мы знакомим общественность с результатами своих, какие-то уникальные случаи лечения, делимся с ними. Очень активно позиционируем методы лечения и профилактики в различных соцсетях, в работе со школьниками, ну и с вами тоже. Что можно ожидать от предстоящей недели? От предстоящей недели можно ожидать какого-то внимания широкой общественности к данной проблеме. Но если мы будем только одну неделю в году об этом говорить, результат будет нулевой. Поэтому я призываю более старшие поколения, я представляю, насколько курильщикам трудно бросить курить. Коли уж мы говорим о раке легкого и о курении как основного фактора, поэтому надзор за нашим подрастающим поколением не раз в неделю, а ежечасный, ежесуточный. Еще раз призываю, будет вам интересно, обращайтесь, будем выезжать и с детьми разговаривать. Более благодарной аудитории я не видел. Виталий Александрович, вы курите? Нет, конечно. Курили когда-нибудь? Вы знаете, назвать это курением, наверное, неправильно. Я баловался, как и все. А электронные сигареты вы сейчас любите? Очень интересная тема, и молодежь часто спрашивает. Если рассматривать электронные сигареты как средство бросания этой пагубной привычки, эту ситуацию можно рассматривать. Но электронные сигареты появились в 2000-х годах. Помните, мы говорили, от момента начала широкомасштабного курения прошло около 40 лет, чтобы понять, что курение приводит к развитию злокачественных заболеваний. Вот прошло только 20 лет, и уже много есть сведений о том, что курение электронных сигарет приводит к ряду хронических заболеваний. Вот только через 20 лет мы поймем и, наверное, ужаснемся, насколько электронные сигареты тоже вредны для наших легких. По поводу курения, вот вы читаете лекции, рассказываете детям, что это вредно, а в лекции входит еще информация о том, как бросить курить, если уж так получилось, что начал. Как это делать правильно? Вот, слава богу, с детьми, когда мы беседуем, у нас такого нет, как бросить курить. А со смыслами? Еще, как правило, не сформировалась вот такая зависимость, и бросить курить им помогает, ну, буду откровенен страх. Да, мы говорим, как выглядят. Мы показываем и картинки, может быть, не очень приятные, не картинки, взятые с интернета, а картинки, которые мы фотографируем во время оперативных для научных целей. А самый действенный механизм, наверное, это разговор с нашими пациентами. Мы приглашаем пациентов, сажаем их рядом с собой, и вот они рассказывают, как они начали курить, да, что привело к курению, какую ошибку они совершили, и дают напутствие нашим детям. Вот это, поверьте, самый такой действенный механизм для того, чтобы бросить курить. А я вас поправлю, самый действенный механизм, чтобы бросить курить, это узнать о диагнозе рака легких, потому что многие люди, которые курили по 40-50 лет, мгновенно бросают сразу после операции. И у них это получается. Это совершенно верно, это тоже очень действенный метод, за исключением того, что опухоль уже наступила. Есть такая статистика, что если человек бросает курить, только через 10 лет у него риски онкологических заболеваний сводятся к каким-то минимальным, но никогда не достигают базовых. Виталий Александрович, на самом деле очень много вопросов еще осталось, тема интересная, на основные из них вы ответили. Вам огромное спасибо, что уделили время. Спасибо. Что ж, эфир программы «За здоровье» подошел к концу. Оставайтесь на своем и помните – здоровое тело, здоровые мысли. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова